Последний день Помпео Рискну предположить, что госсекретарь Майк Помпео пожалует в Россию не с очередными обвинениями или ультиматумами в духе прежних высказываний советника по национальной безопасности Джона Болтона, а с деловыми предложениями, к которым Москва отнесется серьезно. На это есть несколько причин, позволяющих проявлять осторожный оптимизм. Первое, необходимость для Помпео показать хоть какие-нибудь достижения на фоне серии провалов вроде смены режима в Венесуэле, денуклеаризации корейского полуострова или выбора Порошенко на Украине. К этому можно добавить отказ европейцев поддержать позицию Вашингтона по Ирану и в целом практическое отсутствие успехов в США во внешней политике. Второе, это слова министра иностранных дел Сергея Лаврова после встречи с Помпео на недавнем арктическом совете в Финляндии. Когда он отметил, что предметом дискуссии была реальная политика, а не публичные заявления. Дайга-секретарь в свою очередь сообщил, что в ходе беседы удалось затронуть широкий круг проблем, а сам диалог получился хорошим. Согласитесь, это уже не русские. Убирайтесь из западного полушария или 200 тысяч тонн дипломатии в Средиземном море. Последнее, кстати, произнес посол США в Москве Джон Ханстман, на что с большой вероятностью получил добро от своего босса, Майка Помпео. Третья причина, то, что, несмотря на все экстравагантные кульбитого секретаря, есть вероятность, что Владимир Путин все так и его примет. Вероятно, Помпео попросил Лаврова передать российскому президенту что-то важное. Иначе зачем бы ему добиваться этой встречи? Тем более по протоколу это совершенно не обязательно. И, пожалуй, самое главное, звонок Трампа Путину 3 мая, в разгар непрекращающейся кампании. «У нас был хороший разговор по многим проблемам», объявил Трамп после разговора, добавив о потрясающем потенциале для превосходных отношений с Россией. «И почти по-маяковскому, ладят с Россией, это хорошо, а не плохо». Такой контраст в заявлениях президента и его ближайших помощников Болтона и Помпео заставляет многих обозревателей в Вашингтоне говорить о предстоящей очередной смене кадров на внешнеполитической арене. Нынешнее состояние отношений с Россией вызывает всю большую тревогу у многих американских политиков и экспертов, включая тех, кто занимал высшие государственные посты в прежних администрациях. Так, бывший госсекретарь Джордж Шульц, министр обороны Уильям Перри, министр энергетики Эрнест Маниси, сенатор Сэм Мнан и многие другие заявляют, что необходимо срочно вступить в серьезные переговоры с Россией. «Даже командующий войсками США в Европе генерал Куртиз Скапоротти чуть ли не потребовал возобновления диалога. Во времена Холодной войны с СССР мы понимали идущие с обеих сторон сигналы, мы разговаривали», — отметил он. «Я озабочен тем, что это не происходит сейчас». Очевидно, что Помпео явно не справляется со своими обязанностями и пока уж точно не следует курсу президента Трампа на российском направлении. Кстати, последний вояжга секретаря в Европу и на Ближний Восток также не принес ему дивидендов. Сначала без объяснения причин он отменил встречу с Ангелой Меркель и направился в Ирак, чтобы поговорить об иранской угрозе. Однако после этого визита МИД Ирака заявил, что его страна будет укреплять дружбу и сотрудничество со всеми соседними странами, включая Иран. Затем Помпео полетел в Англию, где оскорбил лидера оппозиции потенциального будущего премьера Джереми Карбина, назвав отвратительным его отказ поддержать противника президента Венесуэлы Мадуро Гуайда. И хотя Помпео заявил, что отношения США и Англии превосходны, хорошо известно, что Тереза Мэй и британский эстеблишмент отмют не в восторге от Трампа. Более того, в ближайшее время мы узнаем намного больше о роли Британии и Украине, а также высших чинов администрации Обамы во вмешательстве в выборы 2016 года. Новый генпрокурор Уильям Бар начал активное расследование деятельности именно тех, кто раскрутил кампанию по обвинению Трампа в сговоре с Москвой. Это, скорее всего, затронет и бывшего вице-президента Джона Байдена. Известно, что Байден принимал участие во встрече с Обамой в овальном кабинете 5 января 2017 года, на которой также присутствовали директора ФБР, ЦРУ, АМП и другие высшие чины администрации Белого дома. Обсуждался вопрос, как нанести наибольший, вплоть до импичмента, урон Трампу, используя в качестве главного инструмента в этой кампании Россию и антитрамповское российское досье, подготовленное британским шпионом Кристофером Стиллом. Поскольку Байден сейчас возглавляет рейтинг кандидатов в президенты от демократов на выборах 2020 года, Трамп и республиканцы также не забудут напоминать о его коррупционных делах на Украине. Возвращаясь к визиту Помпея в Россию. Отметим, что президентская кампания 2020 года уже началась, и Трамп может похвастаться своими достижениями во внутренней политике и, прежде всего, в экономике. Однако на внешнеполитическом фронте у него практически одни неудачи, и кто-то должен за это ответить. Кто именно, догадаться нетрудно, но шансы на то, что Помпео из Естреба превратится в прагматика, невелики. Впрочем, от него зависят, сумеет ли он добиться прогресса, которого требует Трамп, или это будет последний день Помпео. Автор, президент американского университета в Москве. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.